вот друзья я снимался сейчас там на озере а тюре не ходит на озеро и он меня дожидался здесь на бережку вот здесь на это и я решил что надо тогда и с ним здесь сняться потому что он специально подождал меня и подождал когда я сейчас установлю все вот это чтобы показаться с вами в кадре ну мы не будем напрасно тогда сидеть до обязательно тебе обязательно почесать и мы с вами еще поговорим о том зачем молиться в дорогу дорогу я только что прочитал проповеди о том зачем молиться перед сном зачем молиться перед едой но мы с вами еще знаем что какая-то особая у нас с вами молитва бывает перед дорогой особенно если люди куда-то далеко уезжает мы всегда молимся не переживаем за них а если на самолете летят так уж и тем более поэтому в этом ведь есть какая-то определенная тайна и тайна заключается в том что дорога это всегда некоторая опасность это раз а во-вторых это всегда подвижка подвижка то есть мы все время куда-то для чего-то едем и двигаемся для чего-то и вот это движение для чего-то на самом деле она развивающий она всегда развивающий я как-то писал большую концепцию о паломничестве и вот изучал что такое паломничество и мне было интересно почему господь сказал я есть путь то есть я есть путь то и вот вот это движение при этом он еще и сказал оглядывающийся назад неблагоденадежен для царствия небесного то есть значит все равно движение вперед как-то предполагается если мы с вами двигаемся царствию небесным так вот движение оно всегда развивающий какое бы оно не было самолете вы там летите их еще где-то и если мы осознаем что она развивает то мы должны осознавать в какую сторону это развитие должно происходить вы удивитесь но оказывается были религиозные христианские вот такие ну церковь что ли как мы называем или не ну можно назвать там секта там или еще что-то но ведь они же искренне верили в христа и искренне верили что вот это сказано я есть путь и есть то как нужно совершенствоваться и вот были вот такие странники странник это не просто вот что уходит туда-сюда а он таким образом молится то есть он осуществляет вот это движение он идет этим путем вот из них из этих странников и паломники родились которые шли конкретно для того чтобы причаститься где-то в каком-то особом святом месте и вот этот путь и это движение предполагалось как подвиг то есть мы знаем как цари строят сергиевскую лавру пешком ходили для того чтобы совершить определенный подвиг для каких-то определенных целей вот ну и и так далее ходили в иерусалим вот у нас из пистяков значит икона стоит там в алтаре не знаю я ее оставлял там в алтаре мне ее подарили красивая икона христа это в одной семье бабушка дедушка ходили в иерусалим потом ходили на афон то есть вот у них такое паломничество казалось и они с афона привезли с пантелеевом монастыря вот эту красивую икону подарили мне лично я сказал что я ее в храм нет мы не хотим в храм храме украдут но она осталась храме не знаю украли не украли так вот это был подвиг и считала что хоть один раз в жизни надо побывать либо в иерусалиме либо вот когда не было возможности новый иерусалим сделали у нас на истре и поэтому когда мы вот это движение осуществляем то по существу в какой-то степень можно его воспринять и как молитва и как молитва но движение куда движение опять же к совершенству духовным движение к богу вот такое можно и поэтому раньше вот это воспринималось действительно поездка там или куда-то значит какие-то места как духовная необходимость и перед ней молились и у нас так и закрепилась что пи перед каждой какой-то поездка каким-то движением действительно нужно помолиться и действительно нужно воспринять ее эту молитву как спасительные как спасительный ну наверное конечно еще страшнее нам стало ведь эти самолеты летают и все такое раньше же либо пешком ты идешь что там ну звери разбойники да нет опасности говорят сейчас больше по гибели на дороге в машине чем самолете самолет один из самых безопасных но мы почему-то молимся я вижу иногда как водитель относится к молитве там к иконе и все остальное иной раз сядешь а у него значит целый иконостас в машине ну с одной стороны хорошо с другой стороны так понимаю что человек не очень на себя надеется чуть он тут всего по наклеил это еще хуже если он по наклеил значит всего этого и навешал а включает на всю музыку и там музыка шансон перри шансон это тоже такая интересная у меня несколько случаев были как и с машинами так и с теми кто хотел хотел освещение на дороге ну самое то смешно я все время рассказывает это то как есть на 33 километре от москвы по нашему шоссе энтузиастов на владимир поворот такой там намолен он по моему и там всегда стоял пост большой пост и грабил пост нещадно всех значит кто вывернется не так кто поехал куда-то туда вот и мы однажды остановились на попутке с одним водителем и они начали его трясти а я ну такая шаланда большая грузовая машина а я его пожалел и вышел говорю что полицейским что ну отпустите его он меня везет он хороший человек видите взял меня на попутку они говорят да ты священник ой бачка освяти к нам пост я им говорю слушайте но освященого вы его отпустите но отпустим ну я взял у меня все было все все и потрохил там иконочки какие-то я все осветил их перекрестил все все там водой как надо обрызгал и им говорю слушайте но ведь я освящаю для того чтобы вы праведную здесь жизнью жили вот а как вот вы же как не не мы закона не нарушаем мы все тут правильно все такое вот это я думаю ну ладно уехали через неделю я еду думаю как там этот пост чего он подъезжаю к этому перекрестку а поста вообще нет его удалили его вообще снесли я все время смеюсь интересно увидеть бы этих офицеров как они отреагировали это на то что у них этот пост значит пропал но с машинами тоже такая же история если вы освещаете машину то знайте что тогда надо праведные дела на ней делать и надо ездить в правильное место правильно соблюдать правила движения скорости все остальное потому что если вы попросили помощь божью в дороге вот вот для своего транспорта для себя то вы должны понимать что она заключается в соблюдении законов и правил в том числе и если вы начнете на этой машине превышать скорость там или еще чего-то или правила нарушать людей с обижать на своей машине то бог здесь вам не в помощь не в помощь вы искушение поэтому молитесь все время перед дорогой в дороге и воспринимайте вот это движение как движение вперед как движение к некому совершенству как путь как как подвиг сам само движение как подвиг я почему выношу огромное количество таких переездов и все остальное потому что господь сказал я есть путь и в пути он все время с нами все помоги всем господь всем радости счастья тюре свое съемку получил до доволен мурлыкать перестал все всего доброго приезжайте к нам на источники на святые места пусть это вы и будет вашим паломничество все аминь